Значит, Дмитрий Николаевич, прежде чем вы доложите по вопросам, которые вас волнуют, кратко, очень краткая ситуация в России, наша работа в России, прежде всего по экспорту, какие вопросы заслуживают, с вашей точки зрения, внимания на высшем уровне, в связи с тем, что с президентом Путиным мы встретимся буквально через полторы недели. В Бишкеке. Услову, надо перечень тех вопросов, которые подлежат обсуждению на самом высоком уровне. И по комиссии, которые я сказал, и председателям, которые вы назначены, конечно, это будет какая-то нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас там недозагружены или которые могут выполнить больше объем работы. Но и здесь министрам в аппарате правительства надо задействовать тех, кого вы создете нужным. Комиссия по экспорту, вы назовете ее, или по энергетическим ресурсам, по основным товарам, которые мы по экспорту продаем, это ваше дело, как назовете. Прописывайте себе нормальное в указе полномочия. Пока здесь, за сегодняшний день, свои вопросы в проекте указа должны быть вами отрежены, чтобы я на этой неделе подписал этот указ. Ваше дело, как вы будете планировать эту работу? Ко мне, если будут обращаться люди, они сразу пойдут к вам. А вы там собирайтесь вместе и обсуждайте, это у вас в характере коллегиальность присутствует, я думаю, что и ответственность у вас присутствует. Вы относительно в большой степени, в общем-то, независимый человек. Поэтому напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать. Но мы выстояли, сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции, весь мир и минеральные удобрения готовы покупать, и нефтепродукты даже в России, дефициты и так далее, и так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы ответственны за особо важные группы товаров. Ваша комиссия.